Депутаты профильного комитета областного ЗАГС Собрания поддержали проект федерального закона об отмене транспортного налога, но отметили, закон будет очень сложным в реализации, так как бюджеты и регионов, и страны уже приняты. Кроме того, в ходе заседания депутаты обсудили обращение Думы Хантамансийского автономного округа к министру транспорта России по вопросу внесения изменений в федеральный закон о повышении безопасности при перевозке детей. Такая инициатива возникла после трагедии в Хантамансийске, когда автобус с детьми возвращался после спортивных соревнований, произошла авария и погибли дети. В проекте закона предлагается, чтобы при перевозке детей в каждом автобусе находился медицинский работник, а сопровождающих автомобилей ГИБДД должно быть столько же, сколько и автобусов. Нижегородские парламентарии инициативу поддержали, но заметили, ужесточение законов не должно повлиять на удорожание перевозок детей. Это не на маршрутке. Пригласил человека из Национальной Республики, он сел за автобус и вот вперед. Когда мы тут говорим, проблем много, это качество подготовки водителя, водительский состав. Будем обсуждать эту тему с теми, кто участвует в рынках перевозки. Я думаю, найдутся такие люди. Должны быть более грамотные перевозчики. На этом рынке должны присутствовать те люди, которые понимают свою ответственность. Наверное, ответственность должна быть более высокая. И, соответственно, конечно, обязательно вот эти все медицинские моменты, обучение специализированное, оборудование специализированное здесь, да, должно быть. Но здесь мы должны не только на перевозчиков, мы должны им как-то помочь, иначе получится, что все просто будут отказываться. Мы должны не только ужесточать, ужесточать, ужесточать. Это приведет. Говорю, надо рационально подойти. Все-таки я бы здесь и предложил создать обсуждение комитетами именно по железной дороге.